Максим Майоров и Андреем Боярским Там оказалось все из Приднестровья Потом училище расформировали Друзья разъехались по городам В сентябре 99-го Кирилл и Максим встретились Я его видел, когда он уехал с первого лейтенантского отпуска Я отправил его в Нижний Новгород Потом случилась трагедия на Каширке, когда теракты были И получилось так, что всю дивизию, когда случились вот эти теракты Нужно было пролять Чечню И вот я его, по сути дела, помогал отправлять на эшелон И технику собирал А в начале 2000-го жена Максима Майорова написала Кириллу о гибели друга В Чечне он попал в засаду после боя Буквально через пару месяцев серьезное ранение получил и сам Кирилл Тоже в Чечне он попал на минное поле Должен был забирать машину Из автомобиля его выбросило взрывной волной С тех пор Кирилл Кириенко прикован к инвалидному креслу В том же 2000-м, уже в Тирасполе, он встречался с другом Андреем Боярским Приехал сюда, я уже здесь был Последний раз здесь ел Андрюшку Подговаривал до последнего Он мне говорил, что едет в Чечню Просил его не делать этого Но он поехал И попал тоже в засаду Попал в разведбат В разведку 19-й мотоксалковой дивизии Попали в засаду на БТРе под Галашками И тоже убили его Как и Максимку Если бы судьба сложилась так Если бы остались живы То поставили бы дома вместе Жили бы семьи Завтра в 10 утра у 14-й школы в Тирасполе Откроют памятные доски погибшим в Чечне Максиму Майорову и Андрею Боярскому Кстати, обоих наградили орденами посмертно